Сегодня мы рассмотрим с вами следующее заявление, о котором говорится нам в Евангелии Иисуса Христа. Ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Как нам понять эти слова и что нам сделать для того, чтобы очиститься и войти в Божье Царство? Другими словами, каким образом мы можем сегодня спастись? Однажды люди задали Иисусу Христу следующий вопрос, кому же возможно спастись? Иисус говорит следующее, человекам это невозможно, Богу же возможно все. Из этого следует понимать, осознавая, что наше спасение зависит всецело от Господа Бога, не от наших заслуг и стремлений или желаний, как говорится, спасение не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Другими словами, путь в Небесное Царство пролежит сегодня через Голговский крест, который и является для нас выражением Божьей милости для того, чтобы мы могли быть очищенными через Голговский крест и войти в Божье Царство. Вы должны осознать, что ничто нечистое, преданное мерзости или лжи не может войти в Божье Царство. Что ни один человек со своими грехами и преступлениями не может войти в Божье Царство. Каким образом мы можем туда войти? Итак, Божья благодать проложила нам путь туда, через Голговский крест. Иисус сказал следующее, где я там и ученик мой будет. Это говорит не только о том, что Иисус сейчас находится в Божьем Царстве и обещает, что все, кто является Его учениками, будут именно там, где Он сейчас. И слава Богу, но обратите внимание, там, где я, там и ученик мой будет. Где оказался Иисус в финале Своего служения? На Голговском кресте. Там, где я, там и ученик мой будет. Другими словами, если ты или я ученик Иисуса, ты окажешься там, где Иисус, то есть на Голговском кресте, и отождествляя с Его смертью, жизнью и воскресением. Там, где я, там и ученик мой будет. Иисус был на кресте. Если мы Христовы, то мы распяли плоть Свою со страстями и похотями. Мы умерли для себя, мы умерли для греха. Как же мы можем продолжать жить во грехе, если мы умерли для Него? Никак. Там, где я, говорит Иисус, там и ученик мой будет. Если ты сегодня ученик Иисуса Христа, ты должен быть там, где был Он, то есть на Голговском кресте, отрекаясь от самого себя, распиная Свою собственную плоть. Ты будешь отождествлен с Иисусом Христом, Его смертью, распятием, с Его воскресением, придя к Голговскому кресту, ты исповедуешь все свои грехи, умрешь там, а не просто скажешь, что ты неправ перед Богом, и ты много ошибался. Но Голговский крест в твоей жизни означает сораспятие с Иисусом Христом и совлечение греховного тела плоти, чтобы после этого облечься в нового человека, который есть Христос в вас. Таково учение Нового Завета. Ничто нечистое не войдет в небесное царство. Нечистый человек – это тот, который не пришел к Голговскому кресту, не очистился через кровь Иисуса, не исповедовал свои грехи. Именно этот человек и не войдет в Божье Царство. Одно из первых учений Иисуса о том, как войти в Божье Царство, гласит так. «Истинно говорю вам, сказал Спаситель, кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божьего. Он не может его понять, увидеть и войти». Другими словами, чтобы быть очищенным и годным для входа в Божье Царство, ты должен прийти ко кресту. А без креста невозможно новое рождение и излияние Духа Благодати в твою жизнь. Именно Голговский крест является спасительным основанием для твоего входа в небесное царство. Именно Голговский крест, на котором ты умираешь, является тебе допуском в Божье Царство. Нечистое. Нечистое – это то, что не было очищено. Мы знаем, что на основании Божьего Слова возмездие за грех смерть. Мы знаем, что на основании Божьего Слова нет праведного ни одного. Все совратились, все негодны, и наша праведность на основании Божьего Слова подобна запачканным одеждам, грязным и вонючим. Вот в таких одеждах ты не войдешь никогда в Божье Царство. Тебе нужно сменить одежды, тебе нужно очиститься для того, чтобы войти приготовленным в этот славный город, который Иисус приготовил для всех любящих Его. Когда мы приходим на Голговский крест, мы получаем на Голговском кресте иные одежды. Иные одежды – это одежды Его праведности. И ты не сможешь никогда их получить, если ты не выкинешь свою старую одежду греховного тела плоти, греховных мыслей. Если ты не выкинешь эту старую одежду, ты не получишь новую. То есть ты должен произвести обмен. Старую греховную одежду ты распинаешь и отказываешься от нее, выкидываешь ее и получаешь белые одежды Христовой праведности через исповедание своих грехов и принятие Иисуса как своего личного Спасителя. Если ты еще сегодня не отдал свое сердце Иисусу, если ты еще осознаешь, что ты еще грязный и до сих пор ходишь в своих старых оборванных одеждах, в духовном смысле, настало время отказаться от своей человеческой самоправедности, настало время отказаться от законнического подхода к самому себе и к вере в Бога, и всецело уповать на подаваемую тебе благодать. Именно благодать Божья производит внутри тебя очищение. Именно Голговский крест, кровь Иисуса, производит в тебе очищение. Послание евреям говорит следующее, что одной жертвой Иисус навсегда сделал совершенными тех, кто приходит к Нему. Он один раз принес себя в жертву. И через эту жертву ты можешь сегодня стать совершенным человеком. Не когда-то в будущем, когда Небесное Царство наступит на земле. Нет. Но прямо сейчас, в настоящем времени, ты можешь стать совершенным через жертву Иисуса, исповедавшись перед Ним в своих грехах. Ведь одно изучение Иисуса гласит так. Будьте совершенным, как совершенен Отец ваш Небесный. Поверьте, друзья, что Иисус уже все для этого сделал. Для вашего совершенства. Он сделал все для того, чтобы ты был очищен Его собственной кровью через веру в Него и лишен всякого греховного, обремененного состояния. Ничто нечистое не войдет в Небесное Царство. Но я благодарен моему Спасителю за Его очищающую кровь. Сегодня ты можешь точно так же, как и я, прийти к Богу в молитве, исповедавшись, осознавая свою греховность, скинуть с себя грязные одежды и принять благодать Божью. Протяни сегодня свое сердце Иисусу. Отдай его Иисусу, говоря, Господь, мое сердце я отдаю тебе, чтобы ты жил в нем. Очисти и омой его от моей греховной зависимости. От моего неверия освободи меня. Забери мое сердце, мою жизнь. Я хочу жить Твоим Словом. Я уверен, если ты искренне посвятишь себя Иисусу, Он обязательно очистит тебя и откроет тебе свободный вход в свое вечное царство. Об этом говорил еще апостол Петр. О том, чтобы мы к своей вере прилагали Божьи добродетели. И если они в нас есть и умножаются, таким образом открывается нам свободный вход в вечное царство Иисуса Христа. Всех тебе благ, мой друг, и да благословит тебя Господь. Если тебе понравилось это видео, поделись с ближним. Даром получил? Передай даром. Пусть это поможет кому-нибудь еще. А мне будет радостно, что я кому-то послужил и принес пользу в его следовании за Иисусом. Всех вам благ. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь.